Добрый день! Коломондин или цитрофортунелла. Это цитрусовое деревце. Коломондин, который еще именуется цитрофортунеллой, это цитрусовый гибрид, созданный благодаря скрещиванию кум-квата, еще называют фортунелла либо кинкан, с мандарином. Итак, кум-кват с мандарином. Это растение имеет прямое отношение к семейству рутовых, а родом оно из Юго-Восточной Азии. Также его зачастую именуют золотым апельсином или комнатным мандарином. Данное вечно зеленое растение весьма красиво, и главным его украшением являются эффектные оранжево-желтые плоды, которые можно есть. Такое деревце желает вырастить практически каждый цветовод. Коломондин не требователен в уходе и легко размножается черенкованием либо семенами. Он превосходно чувствует себя в зимнее время в квартирах с пониженной влажностью, а также может расти в оранжереях. А еще он способен плодоносить довольно продолжительное время, потому что данное растение является приспособленным к плодоношению в комнатных условиях. В летний период можно вынести на свежий воздух. Итак, в высоту деревце достигает 100 см, однако оно вполне может вырасти и до 5 метров, но только на своей родине. И еще я добавлю, если ему позволят и не обрежут. Цветение, как правило, начинается в последние весенние недели, либо летом. Цветочки очень схожи с лимонными и представляют собой белоснежные душистые звездочки. Действительно похоже на лимон. Для того, чтобы быть уверенным, что коломондин даст плоды, нужно провести пыление цветочков вручную при помощи довольно мягкой кисточки. Сам процесс опыления я подробно описала в фильме «Комнатный лимон». Итак, продолжаем. Формирование плодов происходит даже на достаточно низких деревцах – 25 см. На вкус они горьковато-кислые и очень душистые, а внутри находится большое количество косточек. Плоды при желании можно засахарить. Кстати, кожура у них довольно сладкая. Даже если растение еще находится плоды, оно может вновь начать цвести. Или начать. Кто постарше, мою шутку понял, да? Так как это растение плодоносящее, ему необходим регулярный полив и подкормки. Если началось опадение листвы, то с деревцем что-то не так. Уход за коломондином в домашних условиях. Коломондину очень сложно адаптироваться к новым условиям, и у него начинает опадать листва. В том случае, если опало несколько листочков за сутки, то надеяться необходимо незамедлительно надеть пакет из полиэтилена и закрепить его на стволе. Тем самым вы резко повысите влажность воздуха на 95-100%. Не забывайте каждый день проветривать растение, открывая пакет. Кустику необходимо большое количество света, и нужно оградить его от сквозняков. В зимнее время рекомендуется досветка лампой. В том случае, если произошло опадение всех листочков, то все равно можно попытаться спасти деревца. Удалите имеющиеся плоды, так как они вытягивают из него силы, и даже можно обрезать кое-какое количество веточек. Срезы надо обмазать толченым древесным углем. Далее растение нужно опрыскивать один раз в сутки раствором, предназначенным для коррекции недостатка питания. Профилактики лечения болезней домашних растений. Спустя две недели появятся молодые побеги. Осторожно перемещать с места на место коламандин, а также поворачивать его в то время, когда он цветет и плодоносит, нельзя, так как начинает сбрасывать цветочки. Это вполне теплолюбивое растение, прекрасно себя чувствует при температуре в 18-20 градусов. Однако для плодоношения ему требуется холодная зима 12-15 градусов. Может выдержать кратковременное понижение температуры до 4 градусов. В жаркие месяцы нужен обильный полив. При холодной зимовке поливать надо умеренно. Нуждаются в регулярном увлажнении листвы. Для подкормки используется комплексное удобрение для цитрусовых. Для составления подходящей землесмеси надо перемешать перепревший навоз, дерновую землю и песок в соотношении 1-2-1. Обрезка обязательно. Формировать крону специалисты советуют в виде деревца с низеньким стволом, около 20 см до разветвления. Ствол следует обрезать секатором, это спровоцирует появление боковых почек. Спустя год надо будет укоротить боковые ветви, и если это нужно, то и нижние. Ветви, на которых образуются завязи, практически не растут и частенько высыхают, поэтому, срывая плод, их нужно обрезать на 2-3 листочки. Для пересадки выберите объемный горшок. Даже если деревце небольшое, корни у него довольно объемные и разветвленные. Слишком разрушать земляной ком во время данной процедуры не рекомендуется. Требуется хороший дренажный слой. Проследите за тем, чтобы в новом горшке корневая шейка коломандина оставалась на таком же уровне, что была в старом. Пересаженные растения не следует подкармливать 1 месяц, так как в почве в это время достаточно питательных веществ. Это растение размножить непросто. Укоренение черенков происходит крайне плохо, а большинство и вовсе погибает. А растение, выращенное из семечка, станет плодоносить спустя много лет после посадки. Для укоренения черенков используется рыхлая почва и небольшой парничок с нижним подогревом. Так как для укоренения нужна температура 23-25 градусов, то размножать растение лучше всего в июне, либо в начале июля. Специалисты советуют использовать фитогормоны. А вообще, конечно, это очень красивое и полезное деревце. Я думаю, стоит им заняться. К тому же и красиво. Надо заняться все-таки, правда? Так, дорогие мои, если вам нравятся мои фильмы, подпишитесь, пожалуйста. Для меня это очень важно. Удачи вам, дорогие мои. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok